Здравствуйте! Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным, однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. Один из главных союзников Кремля после начала полномасштабной войны России против Украины Иран встал на сторону зла, то есть Москвы. Иранские шахеды вместе с российскими ракетами стали ключевым оружием агрессора для террора украинцев далеко за линией фронта. Собственно, этот альянс был ожидаем. Злодеи во всем мире обычно говорят на одном языке, тем более, когда один из них бывшая империя зла, а второй завсегдатой клуба под названием Ось зла. В это трудно поверить, но каких-то полвека назад Иран был вполне прозападным государством, проводил реформы, никому не угрожал, иранские женщины имели равные права с мужчинами. Но все бесповоротно изменилось ровно 45 лет назад, когда 1 февраля 1979 года Веран вернулся ранее изгнанный Аяталах Амини. Это стало возможно после победы так называемой Исламской революции, которую Хамени организовал и возглавил. Каким Иран был до протестов? Как Аятале удалось захватить власть и превратить процветающую страну в мирового изгоя, который пугает планету Третьей мировой? Исторические факты от Екатерины Павловской. Революция, не ставшая благом. Как прогрессивный Иран скатился в исламскую диктатуру? Бедные становились еще беднее, а богачи – богаче. Почему в стране свергли законную власть во главе с шахом? В Коране сказано, надо делиться с бедными, а шах не делится. И поставили у руля духовенство, свернувшее все реформы. Людям казалось, что они достигли справедливости. Захват заложников в посольстве США в Тегеране. Они находились за этими воротами примерно в 20-25 метрах. И смогут ли женщины, испалившие свои хиджабы, начать в стране новую революцию? Толпа с транспарантами на персидском языке. Практически полностью перекрывшая движение в Тегеране. Этот хаос на улицах иранской столицы будет длиться почти сутки. 16 января 79-го. Шах Мохаммед Риза Пахлевит только что покинул страну. Исламская революция победила. Я восхищен. Это то, чего иранцы ждали много лет. И вы можете видеть их реакцию. Это реакция людей, потрясенных случившимся. Они надеются, что отныне они станут свободной страной. Сейчас на устах у иранцев совсем другое имя. Его хором кричат люди, держащие в руках один и тот же портрет. Изгнанный из Ирана религиозный деятель Айетала Хамини стал символом этих протестов. И вскоре он вернется в страну. Но почему это не сделает жизнь простых иранцев лучше, а наоборот погрузит государство в консерватизм и международную изоляцию? Расскажу далее. Светящиеся огнями улицы, неоновые вывески. И молодежь залихватски танцующая твист. Сложно поверить, но на этом видео столица Ирана Тегеран в хипарских 70-х. И на девушках не хиджабы, а короткие юбки-тенниски. Да и на пляжах взорвавшая в то время модную индустрию купальники бикини. Женщины в коротких платьях. Да, это было. Это была часть людей, которые имели отношение к компаниям, добывающим и продающим нефть. Там платили большую зарплату. И действительно сформировалась такая элита. Белые воротнички. Нефтедоллары в страну действительно текут рекой. Ветеран в то время один из лидеров по добыче нефти, по запасам которой страна на третьем месте в мире. Деньги приносят и большие автомобильные концерны, основавшие в стране свои автозаводы. Началась модернизация, активный рост капиталистических отношений, строились заводы. Многие крестьяне бросали свои наделы, на которых они не могли заработать много. И шли в города работать на фабриках и заводах. Однако стремительный экономический рост все равно не поспевает за безработицы. И далеко не все люди, рвущиеся из сел в города, могут найти работу. Экономический бум не приводил к смягчению расслоения общества. Наоборот, бедные становились еще беднее, а богачи становились еще богаче. Так вокруг зажиточных центральных районов Тегерани разрастутся настоящие трущобы. И электорату, живущему там, конечно, будет не нравиться монархия во главе с Шахом, ведущим вполне королевский образ жизни. Люди, оторванные от своих корней и плохо организованные, становились объектом внимания со стороны двух сил. Левые, которые пытались организовать их в профсоюзы и, соответственно, возглавить их с помощью коммунистической партии, потому что условия работы были тяжелыми. И исламисты, то есть духовенство. И духовенство в глубоко религиозной стране будет явно побеждать, хотя декламировать будут все те же коммунистические свободу, равенство и братство, только опираясь не на труды Карла Маркса, а на Коран. Священники нашли места в Коране, где четко сказано, надо делиться с бедными. И получается, что в священной книге написано, а Шах не делится. И глядя на это, как это должен воспринимать человек, который получает очень мало денег и вообще не может прокормить семью? Так один из местных духовных деятелей станет главой оппозиции. Тот самый Аятала Хамени, с портретами которого будут выходить на демонстрации. Вскоре его вышлют из страны, но свое влияние он не потеряет и будет вещать свои лозунги уже из-за границы. Распространялись его печатные и аудиоматериалы. Хотя это было и нелегально, но они очень широко по стране присутствовали. Под влиянием этих записей в 1978-м в Иране не стихают протесты. Однако Шах предпочитает силовое подавление любым переговорам. Шахская гвардия и организация СОВАК, занимающаяся госбезопасностью, а по сути местный аналог НКВД, бьют и расстреливают людей. Но через 40 дней траура по погибшим толпы вновь выходят на улицы. Шах уже был горой престарелого веку. Шах уже был болен престарелого возраста и видел, что с его репрессивной машиной он сам уже не может справиться. И он был вынужден передать свою власть премьер-министру в гражданском правительстве. Возможно, он надеялся, что такой Шах его будет отдушиной и поможет. Однако это не помогло. Толпы продолжают выходить на протесты. Буквально сразу Шах вынужден бежать из страны под угрозой агрессивно настроенной толпы в Египет. А из ссылки вскоре вернется тот самый Аяталах Амени и проведет референдум, изменивший впоследствии Иран буквально до неузнаваемости. На тот момент людям казалось, что вот, наконец, они достигли справедливости в том виде, в каком они представляли эту справедливость. Там не европейской цивилизации, как честность, например. А это справедливость через исламские каноны, исламский образ жизни. И написали такой закон. Дальше это уже была эволюция этого исламского режима. Хамени провозглашает исламскую республику и отказ от следования нормам западной демократии, с которой сотрудничал до этого режим Шаха. Надо сказать, что не принимает он и коммунистов, рассказывая об особом исламском пути развития. Те реформы, которые внедрил уже новый режим, они направлены были на притеснение гражданских прав и национальных свобод. Ну и, в конце концов, радикализацию антизападного вектора, который и привел к тому, что возник огромный конфликт с Соединенными Штатами Америки. Так, 4 ноября 79-го разъярённая, ещё не остывшая от революционных протестов толпа мусульманских студентов направится к посольству США в Тегеране. Это ворота, возле которых появились студенты. Тогда я увидел, что они привели заложника. Они находились за этими воротами примерно в 20-25 метрах. У них были баннеры, плакаты, анти-Ша, экстрадиция Шаха и антиимпериалистические лозунги на транспарантах. Фотожурналист КВ Каземи стал свидетелем тех событий. Толпа жгла американские флаги и стреляла в воздух. Вскоре посольство будет захвачено. Заложники возьмут 66 американских дипломатов, большинство из которых продержат в плену больше года, требуя экстрадиции Шаха Пахлеви в Иран. Президент тогдашних Соединённых Штатов Джимми Картер не хотел вести какие-то мирные переговоры, чтобы не продемонстрировать свою слабость перед выборами и пытался военным способом разрешить этот кризис. Он дал приказ американскому десанту высадиться в Тегеране и освободить заложников. Но это была неудачная попытка. Там погибли американские солдаты. Заложники будут освобождены благодаря сложным многоуровневым переговорам. Буквально сразу США разорвут дипломатические отношения с Ираном и запретят любые финансовые операции с этой страной. Запрещены будут прямые инвестиции. Запрещено продавать иранскую нефть и экспортировать продукцию военного назначения. Но потеплением в отношении Ирана неожиданно станет период президентского срока Дональда Трампа. С этими санкциями против Ирана нет чёткой политики. И в значительной степени, конечно, это волюнтаризм американцев. Подразумевается именно Трампа. Американцы вышли из этого соглашения. Европейцы не вышли из этого соглашения. Там какие-то новые санкции наложили. Но это всё равно очень-очень неопределённо. Этим и пользуется страна-изгой. Сейчас вы раните у кратия и диктатура. Но за полвека ограничений страна научилась с ними жить. И даже помогает таким же мировым отщепенцам. Активное недовольство в Иране сейчас выражают, как ни странно, только женщины. Год назад, после смерти девушки, просто в отделении полиции, задержанной за неправильное ношение хиджаба в знак протеста, именно женщины устроили акцию неповиновения, сжигая свои хиджабы. Зреет недовольство строгим режимом и у молодёжи Ирана, наблюдающей в соцсетях, как развиваются другие страны. Так что, возможно, эти маленькие искры когда-то вновь зажгут новый огонь революции против очередного диктаторского режима. Катерина Павловская, исторические факты. Путин и шаманы. Давненько мы не видели российского тирана в тайге, где он вместе с министром обороны регулярно уединялся для разных обрядов. Поэтому к гадалке не ходи, перед выборами хозяин Кремля окажется где-нибудь в юрте шамана, так сказать, поколдовать на трон. Ну, чтобы всё прошло без сучка и задоринки. О увлечении Путина оккультизмом, мистицизмом и прочим чародейством уже много написано, этот факт ни у кого не вызывает сомнения, тем более, что на самом деле российский тиран в этом не оригинален. Все его коллеги по диктаторскому цеху хотели заглянуть в будущее, чтобы знать, где соломки подстелить. Поэтому держали при себе астрологов, провидцев и прочих экспертов потусторонних наук. 31 января 1911 года в македонском городке Струминца родилась одна из самых известных представительниц этой загадочной профессии Вангелия Гуштерова, но весь мир будет знать её как Вангу. Почему она стала настолько знаменитой? Какие её предсказания сбылись? Кто из кремлёвских вождей ездил к Ванге и что хотел узнать? Вот вам исторические факты. Неразгаданный феномен Ванги. Почему она утверждала, что видела будущее? Внезапно говорит, завтра начинается война. Удивительное исцеление и пророчества, которые сбывались с невероятной точностью. Какую информацию от неё стремились получить советские и западные спецслужбы? Вы даже могли посадить её? И загадка Вольфа Мессинга, который утверждал, что может видеть сквозь стены и время. Проходил в Сталину, минуя караул. Гористая местность на границе Болгарии, Греции и Северной Македонии. Небольшой посёлок Петрич. Люди потянутся сюда более 50 лет назад, после того, как из уст в уста будут передаваться истории об удивительной провидице, которая не только лечит, но и видит будущее. Это был 1983 год. Попасть тогда к бабе Ванге на приём было очень сложно. Люди шли к ней не из радости, к сожалению, а с горя. По паспорту Вангелия Гуштерова в народе просто баба Ванга. Одно из её первых пророчеств будет касаться того, о ком либо хорошо, либо никак. О смерти Сталина она скажет в конце 52-го. И соответствующие органы её услышат. Вангу посадят в болгарскую тюрьму на полгода. Красный диктатор умрёт в марте 53-го. Всё сбудется почти до мелочей. Несут в почётную вахту гроба представители рабочих вас. Вангу выпустят из тюрьмы спустя два месяца. Теперь её будут воспринимать всерьёз. В случае из Ванги это была огромная сила, огромная нечеловеческая сила. Её не всегда будут понимать правильно, вспоминает племянник Вангелии Огнен Стоянов, который и сам слышал много её пророчеств. Очень много из её предсказаний она делала в такой момент, когда все считали это абсолютно невероятное, что не может такое произойти. Чуть ли не безумие. Исторические события, громкие победы и трагедии. Она говорила как о событиях близкого, так и далёкого будущего. Она предсказала, что Советский Союз победит Германию, но она же не предсказала это, когда они были у Берлина. А когда они были перед Москвой. Не всегда всё было так очевидно. Вижу в дыму и огне оранжево-жёлтое платье. Достойная женщина лежит в огне. Эти слова она скажет в 69-м. Окружение провидицы долго будет пытаться их истолковать. Самое смелое предположение – в беду попадёт звезда сцены или кино. Тайна откроется через 15 лет, когда в Нью-Дели будет застрелена Индира Ганди. В тот день она будет в жёлтом платье. Ганди почему-то откажется надевать пуленепробиваемый жилет. Хотя на силу его постоянно в последние годы один из охранников выпустит в неё 30 пуль из пистолета-пулемёта. Так всё будет в дыму и огне. Соратники Ванги утверждают, что для неё не имело значения ни расстояние, ни временные отрезки. Как-то она заговорит и о другом далёком континенте. Страх, страх, братья американские упадут, их заклюют птицы железные. С кустов волки будут выйти, кровь невинная льётся рекой. Пророчество, сделанное в 89-м, сбудется в 2001-м. Птицами оказались угнанные террористами самолёты. Конспирологи заметили и то, что куст по-английски произносится как «буш», что созвучно с фамилией президента, бывшего тогда у власти в Соединённых Штатах. Друзья и родные Ванги рассказывали, она сделала пророчеств вплоть до 2036 года и утверждали, что среди них было и то, что свидетельствовало о появлении смертельно опасного вируса. Когда будет год зеркала, свет перевернётся наоборот и большой недуг придёт с Востока. Недуг, который должен унести множество жизней. Она предсказывала, что болезнь будет продолжаться длинное время. Первый год весь мир будет шокирован. Большой садик, повсюду цветы. Дом Ванги выглядит довольно скромно. Только выходите. Это дом, где жила Ванга. Это здесь, за углом, были очереди, чтобы попасть к бабе Ванге. Люди с ночи ставили палатки и оставались там спать. Сейчас в доме всё так, как было и в те времена. Каждый день она ходила в платьях такого рода. Как Ванга помогала людям и с чем к ней шли. Об этом говорят множество подарков, которые здесь повсюду. Лошадка – детская игрушка. Ванга помогала именно людям, которые не могли иметь детей. А вот в этой комнате провидица закрывалась, чтобы восстановить силы после тяжёлых сеансов. Самая главная комната – это молитвенная комната. Ванга, как вспоминает, очень сильно уставала, потому что работала с 9 утра и до 6 вечера. Она даже потом в своих воспоминаниях когда-то написала, ни разу никто меня не спросил, а как я себя чувствую. Слепой она была с детства. В 12-летнем возрасте, когда девушка возвращалась домой, вихрь урагана подхватил её и отбросил на сотни метров. Песок засыпал глаза. Местные врачи были бессильны. Но свой необычный дар Вангелия Гуштерова получит не тогда, а позже, утверждает её племянник. Служба Богу начала, когда в ней явился святой Иоанн Глодуус. И буду тебе помогать, выполнять Божье дело. Её часто спрашивали, как она видит прошлое и будущее. Она говорила, что видит мёртвых. Очень часто, когда к ней кто-то приходил, она говорила, давайте подвинемся. А ещё говорила о голосе, который шёл изнутри. Этот голос всегда рядом со мной находится. Первый раз я услышала его перед войной в 41-м. Вдруг говорит, завтра начинается война. Война и прославила скромную девушку из далёкой болгарской деревни. Когда началась Вторая мировая война, к ней стали обращаться жители вот этого посёлка, предсказать, будут ли живы их братья, мужья или нет. И она им предсказывала точно. Говорила она, и где искать без вести пропавших. А после окончания боёв помогала в лечении как душевных, так и телесных ран. Мы нашли одного из свидетелей чудес, которые творила Ванга. Политолог Владимир Бондаренко впервые поехал к ней в Болгарию в возрасте 7 лет. Огромная была очередь, занимали за несколько дней. Об этом он знает только со слов матери, потому что родился незрячим. С этой бедой они и ехали в болгарский Петрич. Как мне рассказывала мама, она поводила перед лицом, наложила руки на глаза, и она, слепая, дала мне то, что себе не могла дать, возможность видеть. Чудо произойдёт не сразу, а только через несколько дней, когда семья вернётся в родной Херсон. Когда я приехал домой, я возмутился. Говорю, мама, а чего ты мне дала не мою любимую чашку? А мама обрадовалась, говорит, неужели сынок ты стал видеть? Он вернётся к провидице уже студентом, и Баба Ванга примет его без очереди. Я поцеловал её руку, поклонился и расплакался от счастья, что она мне так много в жизни, вторую жизнь фактически дала. Всю жизнь она будет работать бесплатно, принимая только подарки. Но в один момент перед домом появится специальная касса с билетами. Официально коммунистические власти Болгарии способности Ванги никогда не признавали. Пытались, даже могли посадить её. Но не признавая Вангу, власти не упускали шанса заработать на ней. В 67-м её сеансы сделали платными. Билеты можно было приобрести в специальной кассе. Деньги, которые собирались, собирала не Баба Ванга, не люди, работающие вместе с ней, а собирала мэрия. Иностранцы за визит платили 50 долларов местное, вдвое меньше. В год она принимала почти 100 тысяч человек. Более того, Вангелию Гуштерову сделали старшим научным сотрудником в одном из институтов. Она стала государственным служащим. Ей дали машину, шофёра, отпустили землю, пристроили домик, платили зарплату. Как такое было возможно в советское время, когда не признавали Бога, а уж тем более существование каких-то потусторонних сил? Дмитрий Гачев, часто общавшийся с Вангой, объясняет, просто она была под колпаком у спецслужб. Как же мне интересовался таким человеком? Те, кто приходил к ней, особенно иностранцы, было интересно, что они спрашивают. Мужчин с характерной внешностью у провидицы видел и её переводчик Тодор Тодоров. Официально их представляли как её охрану, но на лицах было написано совсем другое. Болгарские спецслужбы были одними из лучших в мире. Они проходили обучение на территории Советского Союза. Но держать руку на пульсе желали не только они. Микрофонами со всех сторон, всеми службами. И советскими, и болгарскими, и сербскими. Причём она сама это прекрасно понимала и знала, поэтому когда она хотела что-то сказать, она выходила в садик. И это не пустые слова. Шпионскую технику в доме Ванги действительно находили и не раз. Была какая-то стена деревянная на кухне, и когда там что-то, мелкие ремонты, пока увидели, там вся стена положена каких-то там всяких прослушек. А слушать ведь было кого? Генсеки, министры, известные политики, звёзды кино и эстрады. Все они стремились узнать о своём будущем. Регулярно приезжали эмиссары Советского Союза. Когда Ванга была жива, то она давала советы выдающимся политикам. К примеру, Леониду Брежневу. Говорят, её тет-а-тет с дорогим Леонидом Ильичом длился всего несколько минут. А вот пресс-секретарь первого российского президента Ельцина Сергей Медведев задержался подольше. Медведев спрашивал, выиграет ли Ельцин выборы, и получил одобрительный ответ. Впоследствии он сыграет самого себя в сериале «Вангелия» и расскажет о тех событиях. Я Сергей Медведев. Приехал от президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ну, здравствуй. Но чаще всего «Вангу» будут посещать болгарские лидеры. Живков, и особенно его дочь, она же была лучшей подругой. Живков был одним из доверенных лиц Политбюро Советского Союза. В доме «Ванги» до сих пор есть этот невероятно дорогой голубой мебельный гарнитур – подарок от дочери генсека болгарской компартии. А вот другую влиятельную женщину она позвала сама – жену убитого президента США Джона Кеннеди. Я ей скажу, кто убил ее мужа. Жаклин приехала, просидела в Афинах в консульстве получить болгарскую визу. Не дали. Дар прорицания ограничил ее свободу. У «Ванги» была выключена даже заграничная телефонная связь. Однажды она захотела поехать, казалось бы, в дружескую Москву, но даже туда ее не выпустили. А вот гости оттуда были частыми. Об этом он будет молчать всю жизнь и категорически отрицать свой визит к «Ванге». Секс-символ советского кино – актер Вячеслав Тихонов. Он позже от этого открещивался, отказывался. У него же имидж такой был – Шчирлица, Человек-железный. Народный артист Украины Иван Гаврилюк тоже ездил к «Ванге». «Мой друг, чудо мое, мой родной человек, Борислав Брандуков, он ужасно хотел к ней попасть». То, что «Ванга» рассказала Гаврилюку, почти все сбылось. Что меня поразило – какие-то интимные вещи, подробности интимные, какие только я знал. Но самая загадочная история случилась с Бориславом Брандуковым. Он почему-то так и не смог выйти из машины перед домом провидицы. После возвращения в Киев у него случился инсульт. Он умирал 6 лет. Борис Николаевич предчувствовал свой конец и поэтому не пошел. Когда я повернулся, у него были белые пальцы. Нешка Робева – болгарский тренер по художественной гимнастике. Они с «Вангой» были подругами. Нешка вспоминает, что провидица никогда не говорила прямо. Только со временем ты начинал понимать, что она имела в виду. Мы ожидали чемпионат Европы. Мы всегда соревновались с СССР. Она долго молчала, а потом сказала – тяжело, тяжело. Езжайте, а потом меня угостите. Вы выиграли? Выиграли, но было, правда, очень тяжело. Робева вспоминала и о сокровенном Вангелии. Я жаловалась, что мало сплю, а она мне ответила, что спит всего по 8 минут в сутки. Когда вы спите, я над всем миром. Ты не знаешь, сколько я вижу боли. К Ванге стремились попасть сильные мира сего из разных стран. Даже понтифик. Папа Римский тоже был в контакте с Ваниль. Можешь приехать вот так в гости. Очень хочется ему поговорить с тобой. А бабушка сказала – нет, пускай он едет ко мне. Я старая женщина. Он появится в Советском Союзе после бегства из Польши, захваченной нацистами. Гитлер якобы вознаграждение дал 200 тысяч марок за голову Мессинга. Это была месть за предсказание о смерти фюрера, которое гипнотизер сделал еще в 1937 году. Сталин неоднократно вызывал Мессинга для консультаций и проверял его способности невероятными задачами. Он зашел в Сбербанк, ну раньше СССР был, показал пустой листочек бумаги, и ему выдали 100 тысяч денег. Генерал СБУ Александр Нездоля знал Мессинга лично. В то время он работал во Львовском управлении КГБ и встречал гипнотизера, когда тот приезжал на гастроли. Вспоминает, как был поражен, когда Вольф Мессинг словно прочитал его сокровенные мысли. Он гипнотический сон отправлял сотрудников. Это Ольга Мегунова, ученица Мессинга, длительное время гастролировавшая с ним. О гипнотизере уже тогда ходили слухи. Якобы он спас сына Сталина, посоветовав ему не садиться на самолет, который впоследствии разобьется. И вообще беспрепятственно заходил в Кремль. Проходил Сталину, проходил минуя караул, говорил, внушая, что это берег. Именно у него она научилась гипнозу. Перед смертью Мессинг прислал ей эту записку с несколькими цифрами, которую пока никто не разгадал. Вспоминает она и пророчество, которое сбылось, но совсем неожиданно. Он говорил, что где-то после 20-х чисел, 20-х лет, изобретут лекарства, которые спасет человечество. Я тогда не думала о коронавирусе, тогда его не было. Ванга, по многим свидетельствам, тоже якобы предвидела пандемию ковида. Она сказала, что год, в котором будет пять двоек, потрясет человечество. По словам тех, кто называет себя добрыми знакомыми Ванги, она предсказала и финал пандемии. И одной из революционных изменений будет найдено лекарство от онкологических заболеваний. В то же время, по ее прогнозам, мир ожидают кровавые дожди. Но никто не может точно сказать, это настоящее пророчество Ванги или же отштампованное уже после ее смерти. Когда-то слова провидицы действительно звучали странно, но, несмотря на это, многие из них неожиданно сбылись. Что будут новые изобретения, что будут электрические поезда, которые будут не по рельсам ехать, а лететь в воздухе. Такие поезда есть уже в Японии и Южной Корее. Видела она и технологический взрыв, в который и сейчас тяжело поверить, рассказывает ее племянник Огнен Стоянов. Говорит, в будущее придет такое время, будут освещать Землю из космоса. Оказывается, Ванга неоднократно упоминала и об Украине, ее будущем, утверждает ее ученица Ваня Станева, живущая сейчас в Лондоне. Она помнит свою первую встречу с провидицей до мелочей. Ванга, говорит Станева, еще в период перестройки предсказывала распад Советской империи и независимость республик. Я вспомнила, когда Ванга говорила, что придется на Украину, президент будет низкий. Меня тогда спрашивали, кто будет следующий президент на Украину. Я сказала, что будет какой-то артист. Я понятия не имею от политика. И сейчас, и 40 лет назад в пророчество Ванги не слишком верили. Многие до сих пор считают ее проектом спецслужб. Но как тогда быть с многочисленными свидетелями ее исцелений и предсказаниями? Она и день своей смерти назвала с невероятной точностью. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.